Крым 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 В Рязани действует, возможно, первый в России музей, посвященный присоединению Крыма к России. Он открыт в средней школе номер 57, расположенной в Южном поселке. Сегодня в школе прошло праздничное мероприятие, посвященное годовщине референдума в Крыму, в котором приняли участие ветераны, депутаты и, конечно же, школьники. Чувствуется праздничное настроение, люди довольны. Крым наш, а это самое главное. Люди хотели быть с нами. Очень важная стратегическая точка. Это тоже. Они хотели быть с нами, их мечты тоже осуществились. Мы теперь тоже можем спокойно ездить. Это великий подвиг тех поколений, которые мы пронесли на фоне тех событий, которые происходят сегодня. И мы счастливы, что наша 57-я школа участвует в этом мероприятии. И хочу сказать, нас Крым потряс свободой слова, свободой выбора пути. Россия к выбору готова, Россия всех их защитит. Во дворе школы расположен памятный камень, на котором высечены слова. Сей камень заложен в честь воссоединения России с Крымом 16 марта 2014 года. Кроме музея и камня, в школе планируют высадить специальную аллею, посвященную этому событию. Как отметила депутат Рязанской городской думы Екатерина Филиппова, место камню и музея выбрано не случайно. Ведь школа находится на улице Нахимова, а рядом расположены улицы Корнилова и Ушакова, российских адмиралов. Ну а теперь о другом, а именно о проблемах городских. Несмотря на установившуюся довольно устойчивую и теплую погоду, на городских улицах и трутарах проблем у прохожих не убавилось. Вместо толстого слоя льда появились лужи и грязь. И опять же, как в ситуации и со льдом, на центральных улицах в принципе чисто. Чего никак нельзя сказать об улицах второстепенных. Впрочем, ведь и на них также находятся важные для жизни горожан объекты – магазины, аптеки, школы или детсады. Дорога от дома до детского сада. Несомненно, для ребенка это одно из первых воспоминаний, наполненных радостью и теплотой. И за дня в день родители ведут своих малышей одним и тем же маршрутом. Только вот дорожку к детсаду под номером 101 вряд ли можно назвать хорошей и приятной. В детский сад невозможно с детьми зайти, не в любое время года. Особенно вот сейчас весна, все тает, и вообще ужас, конечно, не пройдешь. Около ворота и около детского садика, сами видите, какая грязь. У нас добраться не до садика, не до остановки, не до магазина. Только в резиновых сапогах. Ситуация очень плохая. В разные стороны. Что в ту сторону пойдешь, там посадка гаражей. В эту сторону пойдешь, там тоже все не очень хорошо. Ну и здесь только плавом. Грязи по колено, а глубокие лужи помогают преодолевать заботливо кем-то постеленные дощечки. И такая дребедень каждый день. Уже не первое поколение жителей микрорайона вынуждено месить глину по пути к садику. У меня старший ходил сюда, тоже такая проблема была. Сейчас ей уже 13 лет. И второй мальчик ходит сейчас. А неоднократное обращение взволнованных мам к руководству учреждения с просьбой заасфальтировать тропинку результатов до сих пор не принесли. Ну, говорили, что сделаем, но пока ничего нет. В тот раз был случай, что ребенок упал прямо в лужу. Вот около этих ворот. Постоянно не простыхает. Ну, хотелось бы, чтобы сделали дорогу около садика. Чтобы было по суше и детям было комфортнее ходить. В общем, жители района круглогодично могут наблюдать за изменениями в состоянии грязи. Зимой налить, летом пыль. А в межсезонье, сами понимаете. А ребята постарше, которые уже учатся в школе, с приходом весны гораздо больше времени проводят на свежем воздухе. Это, конечно, и положительный момент. Но ребята во время своих игр порой пренебрегают некоторыми опасностями. Например, при переходе через дорогу. Полицейская статистика в этом отношении неумолима. Именно в теплое время года происходит большинство дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов. Поэтому дорожные инспекторы сейчас активизируют профилактическую работу в рязанских учебных заведениях. К сожалению, ДТП с участием детей школьного возраста в нашем городе не редкость. Иногда детвора не выполняют элементарных правил при переходе через дорогу. Либо переходят дорогу в неположенном месте, либо бегут через пешеходные переходы, сломя голову. В целях профилактики сотрудники госавтоинспекции проводят с детьми открытые уроки и классные часы. А в некоторых школах даже есть специальные классы, где дети изучают правила поведения на дороге уже с первого класса. Во многих районах Рязанской области действуют классы по безопасности дорожного движения. Последний такой оборудованный класс был оборудован в Шацком районе. Сотрудники ГАИ подробно объясняют, что нужно делать, переходя дорогу. А что делать категорически запрещено. По словам самих сотрудников, если проследить за статистикой, приближается самый опасный весенне-летний период, в который обычно происходит наибольшее количество аварий с участием школьников. Будем надеяться, что количество подобных происшествий в ближайшее время максимально сократится. А теперь к оперативной информации. Рязанские дорожные полицейские продолжают выявлять нетрезвых водителей. Так, за последние выходные несколько десятков таких горе-автомобилистов лишились своих прав. Так уж повелось, что наш водитель тонировку стекол уважает сильно и безоглядно, несмотря при этом ни на какие запреты. Но, как оказалось, не у всех водителей есть чувство меры. Согласно техническому регламенту, клубовое стекло должно пропускать 75% света, а передние боковые стекла 70%. И если кому-то достаточно одного слоя тонировки, то некоторые персонажи тонируют свой автомобиль, что называется, в глушь. Рязанские автополицейские старательно отлавливают таких правонарушителей. 13 марта на территории города Рязани проходило профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушения права дорожного движения, связанных с тренировкой автомобиля. Так, в ходе проведения данного мероприятия было выявлено 41 административное правонарушение. Несмотря на плачевную статистику, любители покататься за рулем в нетрезвом состоянии продолжают свою опасную миссию. Количество ДДП с участием пьяных водителей, конечно, сокращается, но не так быстро, как хотелось бы. И все-таки увеличение количества рейдов ГИБДД результаты, несомненно, приносят. Госавтоинспекция регулярно проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Так, за прошедшие выходные было выявлено 42 таких нарушителя. Семь из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Несмотря на все старания сотрудников ГАИ, ситуация на дорогах нашего города все же остается напряженной. Понадеемся на то, что в будущем наши водители будут строже соблюдать элементарные правила безопасной езды. А в Рязанской области стартовала очередная антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках нее, как рассчитывают оперативники госнаркоконтроля, сами горожане передадут информацию о местах сбыта запрещенных психотропных и одурманивающих веществ. Так, например, в конце прошлой недели сотрудники УФСКН ликвидировали очередной интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков. Сотрудники наркоконтроля ликвидировали очередной филиал интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков. Оперативниками управления УФСКН были задержаны двое 19-летних рязанцев, которые в течение четырех месяцев работали на крупного интернет-сетевика, продававшего дизайнерские смеси. «Было установлено, что один из дилеров совершал неоднократно поездки в Воронеж и Москву с целью доставки в Рязани крупных партий наркотических средств». Юные злоумышленники лично друг с другом знакомы не были. В их обязанности входило получение крупных партий наркотиков, их хранение и сбыт. При досмотре квартир подозреваемых наркополицейские обнаружили более 6 килограммов вредоносных смесей. Помимо наркотиков в ходе обысков были изъяты сопутствующие доказательства. Это средства связи со следами переписки, свидетельствующей о преступной деятельности, а также электронные весы и большое количество упаковоченных материалов. Всего в результате операции сотрудники наркополиции предотвратили попадание на нелегальный рынок около 25 тысяч разовых доз наркотических средств. В настоящее время проводится расследование по фактам приготовления к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. В период с 16 по 27 марта в Рязанской области проводится первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель ее проведения – привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, в профилактике наркопотребления – получение оперативно значимой информации. Организована работа телефона в горячей линии. И снова о сюрпризах погоды. Ранний приход весны и раннее вскрытие рек ото льда несет в себе потенциальную угрозу подтопления ряда населенных пунктов по всей Рязанской области. Сотрудники МЧС хоть уверяют, что по их прогнозам большого разлива не будет, однако лучше быть готовым ко встрече с водной стихией. Весна в этом году пришла неожиданно рано. Уже вовсю светит солнце, вот-вот запоют птички, а реки начинают выходить из берегов. В ближайшие дни прогнозируется подтопление дороги к населенным пунктам Заокска и Коростова Рязанского района и низководного моста через реку Тырница у населенного пункта Терехово в Шиловском районе. К населенным пунктам Заокска и Коростова проезд будет осуществляться по объездной дороге вблизи моста через реку Акан у города Рязани. В Шиловском районе будет действовать лодочная переправа. Главное управление МЧС России в Рязанской области прогнозирует в ближайшие дни возможность подтопления автомобильной дороги у села Шумаш Рязанского района к населенным пунктам Заокска и Коростова. В случае подтопления движение транспорта по данному участку дороги будет временно приостановлено. Проезд будет осуществляться по объездной дороге вблизи моста через реку Акан у города Рязани. При дальнейшем подъеме воды переправа людей будет организована речным транспортом. Несмотря на то, что в этом году по предварительному прогнозу большого подъема уровня воды не ожидается, для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на период половодия в области спланирована группировка сил и средств. Около 4 тысяч человек личного состава, около полутора тысяч единиц техники, в том числе 84 плавсредства. 12 марта в связи с весенним половодием начальник главного управления МЧС России Паризанской области полковник внутренней службы Сергей Филиппов проверил готовность сил и средств МЧС в Рязанском районе. На территории района расположена центральная спасательная станция и инспекторский участок государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, где в полной готовности находится специальная техника, в том числе плавательное средство. В конце прошлого года на вооружение главного управления поступил катер на воздушные подушки. В настоящее время он применяется для мониторинга обстановки на водных объектах и при необходимости будет использоваться для жизнеобеспечения жителей подтопленных районов и доставки оперативной группы. Совместно с инспекторами ГИМС Сергей Филиппов принял участие в патрулировании, пообщался с рыбаками, которых предупредил об опасности выхода на лед, раздал им тематические памятки. А также отметил, что подготовка к весеннему паводку началась заблаговременно. И на этом наша сегодняшняя информационная программа подошла к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет член Совета Федерации Игорь Морозов. И речь в беседе пойдет о международной обстановке. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин